Так, я ваше внимание хочу представить. Вот арки. Это вот готовые уже арки из рябины обыкновенной. Смотрите, вот готовое исполнение вот такое. Вот они, готовые арочки. Вот так. Вот такая красота. То есть, я так понимаю, что здесь все то же самое. Они высаживаются, и вот этот металлический каркас, он остается с растением на всю жизнь. Правильно? Да, конечно, обязательно. Ширина 2,5 метра, высота внутренняя где-то 2,80 при посадке, и металл остается, агротехника точно та же, стрижки до 3-4 раз в сезон, и обследование завязок внутри кроны, и в принципе все, никакого укрытия. Красное обслуживание, все понятно. Да, никакого укрытия, никаких дополнительных операций эта культура не требует. Да. Ну вот, видите, здесь в производстве арочки продолжают, то есть, какие-то продаются готовые продукции, на их место новые высаживаются. Вот это в производстве. Вот, смотрите, это вот арки у нас, получается, из рябины обыкновенной. И вот, смотрите, сейчас мы сразу перейдем, то есть, я хотел вам показать, это арки из девичьего винограда. Вот такие красивые. Вот, вот такая арочка получается. Кирилл, я так понимаю, что вот эти арки, они очень быстро, да, заполняются? То есть, девичий виноград, это же вообще быстро растущая культура, да? Да, сезонов доходят до готовности и отгружаются вот в таком уже роскошном виде. Осенью это ярко-карминовая вот такая будет галерея, которая украсит, мне кажется, любое пространство, как городское, так и частное. Вот, смотрите, хочу обратить внимание, да, то есть, также вот металлический каркас, но он здесь несколько отличается, это металлический каркас, от то, что мы видели на рябине. Здесь, я так понимаю, сеточка с ячейками, да, сеточка, 20 на 20, наверное, ячейки, да, получается? Чтобы достигнуть оплетения, да. А, оплетения, да, вот смотрите, видите, и, то есть, ну, понятная агротехника, да, то есть, здесь, получается, с неэластичными завязками уже работа... Это пенерчик. Да, 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 вот, смотрите, ну, шикарный, то есть, осенний окрас просто этот, бомбический, да? У меня такие шлоты окрасы. Да, да, я... А, смотрите, какие-то есть специфические методы ухода перед зимой, вот там и арок из девичьей винограда, из рябины, или ничего особенного не требуется по, ну, я не знаю, там, укрытия, еще что-то такое? Мы бы рекомендовали, как основную агротехнику, это внесение безазотных фосфорно-калийных удобрений. Пикоцит, например, да, август-сентябрь, да? Да, пикоцит, монофосфат калия, и, в принципе, на этом все. Можно добавить также обработку, иметь содержащими какими-то уже после опадения листа. Ну, это Абико-пик, например, одно из простейших, да? Как защита от грибов, да. Виноград девичья абсолютно зимостойкая культура для третьей, четвертой и третьей зоны не требует никаких дополнительных операций по уходу, и одновременно является вот такой вот роскошной декоративной культурой. То есть, чтобы подытожить, я думаю, что для Татарстана арки, вот именно, ну, арки, шпалеры, даже вот, ну, вот арки рассматривать, сократить матрицу, в принципе, до рябины обыкновенной, и, допустим, до девичьего винограда, правильно? Там шпалерные какие-то вещи, это уже там ирга, ламарка, рябина, это липа мелколисная. Береза повисла, я думаю, абсолютно тоже будет подходящая культура для вашей зоны. Так же, как и липа мелколисная, все верно, это абсолютно устойчивая культура, которая прекрасно себя чувствует, и в республике Татарстан, я думаю, будут приносить радость, декоративность до долгих годов. Конечно, конечно. Вот, я вам еще ваше внимание засниму. Вот, видите, девичий виноград. Вот такие готовые. Это, я так понимаю, это уже арки все готовые к отгрузке, правильно? К продаже. Все, вот, осенью уже отгрузка. Вот такие арочки. Так, еще раз, чтобы подытожить, значит, ширина 2,50 арки, высота 2,80, да? Высота 2,80, вот такой элемент арочки.